Пожароопасный сезон Особый противопожарный режим Дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и возгорания на территории города Барнаула. Это мероприятия, такие как ограничение доступа населения в леса наши городские, мероприятия по запрещению сжигания мусора, разведения костров на территории города Барнаула. Также введение особого противопожарного режима предполагает удвоение в два раза санкций штрафных за нарушение требований пожарной безопасности. Ну и подразумевается, что все эти мероприятия должны пресекать эти нарушения и не допускать никаких возгораний. Хорошо, а вкратце, какие причины чаще всего могут послужить к возгоранию? Вот перед глазами еще у всех и в памяти до сих пор пример соседних Акасий. Там пожары крупные, которые унесли множество жизней, не множество, но десяток, по-моему, если я не ошибаюсь, они начались из-за пала травы. У нас в крае он опасен или у нас все-таки большая опасность представляет возгорание в лесах? Здесь бы я отметил три основных риска для населенных пунктов, находящихся на территории городского округа в плане пожарной безопасности. Первый риск – это переход пожара с лесного фонда непосредственно. Второй риск – переход пожара в населенные пункты, в жилой сектор с полей, так называемые ландшафтные пожары. С сельхоз, с полей сельхозугодий. И третий риск возникновения таких крупных пожаров – это непосредственно нарушение требований пожарной безопасности нашими горожанами в результате проведения каких-то сельхозработ, сжигания мусора того же и разведения костров на территории дачных товариществ и в частном секторе. А все-таки что из этого опаснее всего? Или это все действует в комплексе? Это все, я так думаю, действует в комплексе. Здесь в связи с этим и предполагается проведение ряда мероприятий превентивных, чтобы эти риски можно было минимизировать или совсем исключить. Одно из главных превентивных мероприятий, по крайней мере, которые на слуху у населения – это ограничение доступа населения к лесам. Насколько эта мера эффективна? И как вообще можно ограничить доступ к лесам, чтобы обнести их с забором колючей проволокой? Ведь все равно кто-то пройдет и что-то сделает. Насколько это эффективно? Здесь вопрос можно поставить следующим образом. Мы, в том числе и органы правопорядка, и непосредственно органы власти, мы предупреждаем население, что в пожароопасный период доступ населения в леса, он нежелателен и вообще недопустим. Но фактически, как вы говорите, перекрыть полностью доступ людей в лес – это практически невозможно. И по большому счету это будет нарушение прав человека. Но здесь вопрос уже можно поставить следующим образом. Если в результате действий граждан произойдет возгорание, пожар, будет нанесен материальный ущерб, то в таком случае уже наступает ответственность, в том числе и уголовная. Поэтому мы и предупреждаем людей для того, чтобы не послужить причиной таких тяжких последствий. А вот, как вы сказали, к чему это все может привести, мы знаем, и Хакасия, и пожары, которые происходили у нас на территории Алтайского края, и Николаевка, это все в конечном счете действия неосторожного обращения с огнем людей. Давайте напомним вкратце телезрителям, какая уголовная ответственность ожидает особо непонятливых субъектов. Уголовная ответственность в зависимости от материального ущерба, но до пяти лет лишения свободы. Ну и, соответственно, при менее тяжких последствиях административная ответственность. Административная награждан от пяти тысяч рублей и до пятисот тысяч рублей на юридических лиц. Тем более, что сейчас действует особый противопожарный режим. Хорошо. Особый противопожарный режим, аншлаги в лесах, работа с населением, по разъяснению, это все хорошо, когда причиной пожара является человек. А вот, например, если пожар в лесу возник по каким-то природным условиям, лес находится около города, около крупного поселка. А вот как обезопасить поселок от такого пожара? Ну, тут, как говорится, нельзя не вспомнить Николаевку, где верховой пожар страшный за счет ветра прошел громадное расстояние всего лишь за небольшое время. И сколько у нас вообще в крае пунктов вот таких населенных, крупных и небольших, находящихся в такой зоне риска? Особые мероприятия здесь можно выделить. Это ограничение и предотвращение возможности перехода пожара из леса или непосредственно с полей сельхозназначения. Каким образом это можно выполнить? Первый способ – это опашка. Второй способ – путем выкашивания растительности. И третий способ – путем контролируемого отжига. Но здесь я бы хотел сделать еще такое примечание. Отжиг можно проводить только до наступления особого противопожарного режима. И в присутствии специальной техники пожарной по согласованию с пожарной охраной. И, соответственно, следующее мероприятие уже в случае, если все-таки пожар возникнет, для того, чтобы вовремя его ликвидировать, для того, чтобы успешно все эти работы провести, нам необходимо, чтобы в населенных пунктах было исправно наружное противопожарное водоснабжение, чтобы система оповещения была в обязательном порядке, исправна, и мы могли включить и население оповестить. И должным образом ко всем населенным пунктам, ко всем строениям должны в исправном состоянии быть проезды, подъезды. Много ли таких пунктов у нас края? Таких населенных пунктов на территории городского округа, подпадающих под риск перехода пожара из леса – 13. Это имеется в виду и микрорайоны наши городские, и поселки. 15 населенных пунктов, подпадающих под риск перехода пожара с полей. А по краю, соответственно, у любого крупного города не один такой пункт, а их несколько, которые подпадают. Хорошо. Ну и в Барнауле какие меры, может быть, ставятся во главу угла из вышеперечисленных вами противопожарных на сегодняшний день? Я хотел бы сказать, что в этом году особое внимание, вот в весенний пожароопасный период администрации города Барнаула уделяется особое внимание вопросам опашки. Ну и это, естественно, логически объясняется. Это самая действенная мера. И на сегодняшний день я могу сказать по информации, которая у меня имеется, все населенные пункты опаханы и в границах примыкания к лесу, и в границах примыкания к полям. Ну что ж, это хорошо, приятно это слышать. Будем надеяться, что судьба Хакасии нас не коснется. Недавний пример перед глазами. Думаю, это заставит задуматься многих беспечных любителей лесных прогулок с сигаретой, да, прежде чем кинуть зажженную спичку в лесу. Будьте здоровы, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин